Привет, Пелотон! Это прохождение осеннего сезона за 5 минут, так что наливайте себе чай, запрыгивайте в кокпит своего болида и погнали проходить! Итак, за 50% получаем пропуск за кулисы, это очень-очень круто, я думаю, всем он нужен, потому что там есть классные тачки, всем советую, то есть за 50% мы его получим и погнали дальше. Что за 80%? 23 Porsche 917. Катался на этой машине, она мне не понравилась, я не знаю, я думал наоборот будет прилипать дороги, но она у меня постоянно пыталась кювет улететь, так что ну это странно, это странно. Ладно, давайте перейдем уже к фотоиспытанию. Переносимся, значит, на свой Ferrari к ульфингтонской белой лошади. Короче, находится это вот здесь, если от фестиваля начать вот так вот ехать, 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 это сейчас быстрое время для вас, то здесь находится эта самая лошадь, но на карте это будет, если что, вот тут прям, ну типа вот поле и рядом вот здесь есть, конечно же, фоточка памятная, я ее не делал, мне было лень, но, ну типа да, вот здесь вот это находится. Фоткаемся на любой Ferrari, надеюсь, у всех есть Ferrari, в конце концов, может на аукционе подешевку-нибудь урвать, если у вас нет, но это прям какой-то вообще жесть, если у вас нет Ferrari ни одной. Итак, дальше, испытание в Форзатон большое, знать, что нам здесь надо, для начала садимся за руль Porsche, вообще любого, абсолютно, советую сразу взять какой-нибудь 959, который и для ралли, и который будет у вас классно ехать, конечно же, и на дороге, потому что там на самом деле испытания, ну все очень легкие. Так, давайте посмотрим, что тут. Первое, нам нужно будет победить в трех заездах шоссейной серии, можете найти, просто заехав на заезд, там, посмотрев в популярном, там может быть Форзатон, если есть Форзатон, то, значит, вам надо будет 100 метров проехать, я думаю, вы в состоянии найти такие заезды, если же такого нету, на том заезде, с которым вы проехали, делайте минимальную сложность и проезжайте, просто кайфуйте, потому что это не сезонный чемпионат, здесь нужно делать сложность от опытного, а то бывает и больше. Дальше, нам нужно с вами будет проехать около 42 километров на своем Porsche, что, конечно, для многих такое себе, но 42 километра 200 метров, в принципе, можно просто проехать еще и на Галиафе, то есть вы можете Галиаф запустить, проехать его, кайфануть, заработать денег, но я думаю, вы знаете, как это все делается, не могу вам рассказывать. Дальше, что у нас, мы должны будем проехать на своем Porsche в трех заездах грунтовой серии, опять-таки их победить, я уже сказал, как победить в шоссейных сериях, также это применимо здесь, в Форзатоне и в грунтовой. Дальше у нас Форзатон, маленькие испытания, я уже говорил, мы проходим их каждый день, то есть они открываются там вот, получается, каждый день, через день и все вот это вот, так что это ежедневные испытания, за них получаем по 20 форзапоинтов, ни много, ни мало, ну, короче, можно. А что мы с вами получим на этой неделе за форзапоинты? Давайте заглянем в магазин Форзатон Шоп. Итак, здесь у нас с вами гламурный как делак, я его сделал под аниме машину в свое время, ну, типа, кто-то его для шоссейки делает, ВА-800, тот еще для чего-то, ну, типа, пусть будет. А Лумикрафт, я думаю, всех есть, эта машина, мне кажется, баян, так что, ну, типа, забирайте, почему нет, ну, и клоунский танец можете забрать, прикольная тема. Что у нас в Супер Севене? Итак, в Супер Севене у нас Континенталь FE, я думаю, тоже очень и очень у многих есть, на аукционе не то, чтобы особо оцениться, так что, в принципе, если вам лень проходить, и вы не проходите вот эти дурацкие испытания, типа, с повышением ставок, то можете просто на аукционе взять, там, что-то около 200 тысяч, что ли, стоит. А тряло у нас на Феррари ВС1 900. Есть две Феррари, которые я вам советую очень для этого всего тела взять, это будет, конечно же, у нас 360 челлендж Страдали, вот такая машинка, я готовил специально для участия в чемпионате, и Энце Феррари ВС1 900, вот вам тюнинг на челлендж Страдали. Переходим дальше, а это у нас с вами игровые площадки, и тут, честно, хотелось бы вам сразу сказать, что, да, тут работает это правило, которое, типа, приехал, с командой проиграл, выиграл, неважно, получил свою Peugeot, так что, Peugeot в любом случае вы получите, идете сюда спокойно, берете любую тачку, которую можно сюда взять, и проходите. Погнали дальше, а это у нас с вами радар и скоростные участки. Я, наверное, просто покажу, как я на чем проходил, по-бырому вам, то есть, без слов, вы уже видите перед свое прохождение, но о тюнинге я покажу в конце на этой Феррари, после прохождения всех этих испытаний с ней. Итак, если у вас нету Феррари Энсо для прохождения, собственно говоря, Триала, то есть очень классная тема, в сезонном чемпионате ее дают. Это у нас будет современные суперкары ВС-1900, что я советую настоятельно, просто рекомендую сюда взять. Так это, конечно же, Стинкрай Корвет, и это у нас будет с вами АТС-GT. И на АТС-GT вот вам тюнинг, проходите вообще на езах, этот тюнинг очень долго мною делался, это, наверное, один из самых детально проработанных моих тюнингов, так что, если вы можете уже управлять моими тюнингами, то что многие пишут, что они поворачивают, там есть особая причина на это, но, короче, если вы умеете им управлять, то это очень вам по душе придется, АТС-GT. Погнали дальше, у нас здесь будет награда Хаммер H1, это у нас непонятный класс тяжеловеса, что сюда можно взять, что я вам рекомендую сюда взять, погнали. Давайте посмотрим, тут, на самом деле, очень большой выбор и спектр машин, которые можно сюда взять, и давайте же рассмотрим. Во-первых, это, конечно же, Вепарь, Вепарь ВА-800, вы знаете, я очень люблю эту машину ВА-800. Дальше, что я вам советую взять, это тот самый Кадиллак, который дают, его тоже можно ВА-800 сделать. Потом, это Форд, вот этот преранер какой-то, Диберти Эдишн, короче, он за прохождение вышибалы. Дальше, я вам советую взять вот эти два джипа, это Трейлкет и Гранч Рокки Трек Хавк. Ну и, как такой бонус, это если у кого есть и дополнение с Форчун Айландом, вам там бесплатно давали Рэбл ТРХ концепт, его тоже можно хорошо сделать под А-800. Получили Хаммер H1, погнали дальше. Итак, у нас классический ретро-ралли в B700, недавно прям буквально было это все у нас. Так, значит, Спорт, Кватро, Ауди, Лянча, Дельта, С4, я чуть позже покажу на нее тюнинг и на Субару. Потом, Пульсар, GT-IR, также можете попробовать для этого Peugeot 205-T16. Ну и моя любимая в B700 после целики Тойоты, это Legacy RS, Субаро 90-го года. Тюнинги сначала вам показываю вот на Лянчу Дельта, а это у нас на Legacy RS. Итак, это было прохождение сезона за 5 минут, пишите, что вы брали на какое испытание, что вы брали на ТРХ, с какими сложностями столкнулись, всем будет это очень интересно и полезно узнать. Ну и с вами был Z, всем пока, Пелотон!